Сегодняшняя наша лекция будет посвящена одной очень важной характеристике любого сообщества, любого социума, это его пространственная структура. Особенно это важно для животных, которые живут не просто, вот как бог на душу даст, положат, а определенными такими структурами, которые мы называем популяцией. Ну, собственно, популяция такой термин, так сказать, достаточно известный. И вот в популяции есть много важных параметров, это ее демография, это ее места обитания, если говорить о животных, ну и, конечно, ее пространственная структура, которая бывает очень различной, я уже частично об этом говорил в первой лекции, очень интересной зачастую. И вот сегодня мы как раз об этих вариантах пространственной структуры у животных и поговорим. Ну и в конце лекции, как, так сказать, водится, скажем несколько слов и о пространственном поведении человека. Да не только в конце лекции, по ходу тоже. Ну и вот в качестве такого первого слайда я хочу обратить ваше внимание на этих замечательных рациозных животных. Это африканские газели Томпсон, совсем небольшие такие, копытные размером, ну вот такого примерно, даже меньше вот такого примерно размера, такие козочки замечательные. И вот два самца встретились, каждый самец в период размножения занимает определенную территорию, иногда очень небольшую, ну вот 2-3 нашей аудитории примерно. Вот, но границы этих территорий активно защищаются против других самцов, естественно. И вот на границах территории возникают такие дуэли. Довольно часто, за день, несколько десятков раз самцы встречаются и вот таким образом, значит, выясняют, кто из них, значит, в данном случае, как бы хозяин. Ну на самом деле это два хозяина территории, просто они встретились вот на границе и вот таким образом взаимодействуют. Ну вот другая антилопа, тоже африканская антилопа, они там вместе живут. Вот гну антилопа, гну это покрупнее, размером такой, ну с корову почти, животное, очень сильное, очень мощное. Вот тоже два самца на границах своей территории. Вот обратите внимание, какое своеобразное у них поведение при этом. Они обязательно плюхаются на колени, и вот на этих коленях они, значит, вот друг друга тузят, что называется. Вот, то один одного продвигает, то второй другого таким образом продвигает, при этом рога у них все время как бы сцеплены. Вот, и вот это может продолжаться несколько десятков минут, нам до получаса, вот это вот такое перетягивание друг друга, значит. Да, тоже вот на границе территории. Какие бывают типы пространственного размещения особей в той же самой популяции? Ну, выделяют три основных типа. Это, собственно говоря, случайная, тут все, собственно говоря, случайно подписано, случайная, равномерная и контагиозная. Ну, вот стрелочки показывают, так сказать, направление как бы, ну, такого движения или взаимного тяготения особей. В первом случае это особи распределяются как бы не обращая внимания друг на друга. Вот как вы возьмете горошины какие-нибудь, да, бросите их на какую-нибудь поверхность, вот они как-то случайно распределяются, вот так в данном случае распределяются и животные. Равномерное распределение, видите, они как бы немножко отталкивают друг друга и распределяются таким образом, чтобы разместить себя любимого на максимально возможном расстоянии от других особей. И третье, это альтернатива второго, это контагиозное распределение. Особи явно тяготеют друг к другу, они стремятся находиться как можно ближе одна к другой и образуют такие вот кластеры. Вот, значит, случайное, равномерное и контагиозное распределение. Ну, в первом случае оно и есть случайно. Равномерное, это взаимное отталкивание или дистанцирование, как мы говорили на первой лекции. И третий вариант, контагиозное распределение, это уже аффилиация, это стремление к образованию агрегаций. Вот три основных понятия, которые зоологи используют для описания пространственной структуры популяции у животных. Ну, первое, это участок обитания, или индивидуальный участок, или домашний участок. Затем это территории, это некая часть участка обитания, которая защищается от других особей. Ну, обычно самцы от самцов, самки от самок. И третье понятие, это индивидуальная дистанция. Это та минимальная дистанция между особями в группе, сокращение которой вызывает такое состояние психологического и поведенческого дискомфорта у данной особи. Ну, надо сказать, что все три эти понятия, они отчасти используются и для описания поведения человека тоже, пространственного поведения человека. Ну, если говорить уже о животных, то первым, кто ввел понятие домашнего участка или участка обитания, был очень известный персонаж. Это никто иной, как Эрнест Сетон Томпсон. Ну, вы наверняка о нем слышали. Слышали, это известный канадский писатель, натуралист, художник великолепный совершенно. Он очень много времени проводил в Канаде, на самом севере, в тайге, в тундре. Он прекрасно знал жизнь животных, был великолепным охотником. И вот в своих книгах он как раз и применил первый раз вот это понятие домашнего участка. Он обратил внимание на то, что, например, крупные всякие хищные животные, такие как волки, медведи, в течение многих лет сохраняют верность одному и тому же участку. Какой-нибудь медведя-гризли в течение 15 лет он встречал все время в одном и том же урочище. Вот для него стало совершенно ясно, что животные не просто бродят, так сказать, по тому или иному ландшафту, а вот имеют тенденцию все-таки использовать такие постоянные участки обитания. Вот таким образом именно он и ввел первым это понятие. Ну, собственно говоря, вот домашний участок, хоум-рэндж, так называемый, который сейчас используется в основном в зоологии для описания пространственного распределения животных, уже был введен в научный обиход профессиональным зоологом Бёртом, это американский тереолог, специалист по изучению млекопитающих. Вот, собственно, он и определил домашний участок, как это пространство, на котором сосредоточена практически вся жизнедеятельность данного индивида. Где он собирает корм, где он общается с своим брачным партнером и так далее. Ну, домашние участки, для выявления домашнего участка у млекопитающих, у которых они довольно обширные, требуется значительный труд и значительное время. Вот здесь показаны результаты изучения перемещения африканских обезьян, это косноносые мангобеи, они живут группами и вот держатся все время вместе, сплоченно очень. И вот здесь показано, как меняется размер участка обитания в зависимости от времени наблюдения. Вот время наблюдения у нас по горизонтали, а вертикаль – это размер участка в гектарах. Вот, смотрите, если мы пронаблюдаем за этой группой, ну, скажем, всего там 10 дней, то мы придем к выводу, что участок у нее не так велик, это всего 10 гектаров. Ну, дальше группа, она кормила здесь, собрала все плоды и перешла на совершенно другое место. И суммарный участок резко увеличился. Далее группа в течение почти трех недель держалась на одном месте, ну, видимо, там было много вкусных плодов, вот, они там с аппетитом все это долго кушали, вот, участок не увеличился, затем они опять перешли на новое место. Вот, собственно говоря, в течение месяца они использовали довольно обширный участок, почти 70 гектаров. Ну, есть другие животные, у которых выявление индивидуальных участков менее трудоемко. Это птицы, особенно певчие птицы, за которыми довольно легко наблюдать. Участки у них, как правило, невелики по размерам. Ну, вот здесь вы можете судить, значит, вот это американская воробьиная овсянка, так называемая, вот как выглядят ее участки обитания. Видите, они практически изолированы друг от друга, они не перегрываются, и каждая пара этих овсянных, они моногамны, они живет на постоянно строго обособленной территории. Вот это изменение конфигурации этого поселения на разных стадиях размножения, от прилета до вылупления птенцов. Ну, видите, конфигурации участков немножко меняются, ну, в общем, они сохраняются в течение всего этого времени, ну, это примерно около двух месяцев. Это перелетная птичка, вот они. Изучение пространственного поведения животных и пространственного поведения человека занимается особая область науки, которая называется проксемика. Ну, впервые этот термин употребил американский антрополог и культуролог Эдвард Холл. Вот он, собственно говоря, первым стал заниматься особенностями пространственного поведения людей в процессе общения их друг с другом. Ну, и если говорить о зоологах, то примерно тем же самым, и даже применяя ту же самую терминологию, занимался Хайни Хёдергер. Это швейцарский зоолог, зоопсихолог, специалист по поведению животных в неволе, в зоопарках, в цирках и так далее. Вот они, собственно, и создавали эту науку, проксемику. Что такое проксемика? Вот это, собственно говоря, то, что было разработано Халлом, это система пространственных радиусов, которые окружают любого человека. Ну, во-первых, это интимная зона, это зона, куда допускаются самые близкие, так сказать, люди. Затем личная зона, социальная зона и публичная, так называемая, зона. Вот публичная зона – это та зона, на которой я сейчас с вами… Дистанция – это та, на которой я сейчас нахожусь как бы по отношению к вам. Вот, это, так сказать, лекционная такая зона. Да, ну, интимная зона, ну, сейчас я вам покажу, что такое интимная зона. Вот, здесь сразу несколько примеров. Вот, всем понятно, что где интимная зона, вот, где публичная зона, где, вот, смотрите, значит, это сидят парочка замечательная в интимной позе очень. Дальше там два, так сказать, мужичка, которые, так сказать, тоже явно хорошо знакомы друг с другом, они, в общем, располагаются довольно близко. Вот, а бабушка сидит, она никого здесь не знает, она сидит на максимальном удалении от всех этих товарищей. Да, вот, ну, вот, собственно, главный постулат про оксимики здесь сформулирован, что все перемещения животных и положения животных в процессе их взаимодействия друг с другом не случайны, а обусловлены отношением животных и людей друг к другу и их принадлежностью к определенной культуре или к определенному виду, если речь идет о животных. Ну, что такое культура? Культурные различия, они очень интересные и видовые различия. Ну, вот такой классический пример, который здесь приводится, это, например, как общаются итальянцы и, скажем, скандинавы, ну, шведы, да. Вот у итальянцев, испанцев, у них личное пространство, интимная зона, она очень мала. Они при разговоре друг с другом стараются максимально сблизиться, часто трогают, так сказать, друг друга, ну, как-то похлопывают там по плечу и так далее. В общем, у них явно такое тяготение к телесному контакту с собеседником. Ничего этого нет у шведов, конечно. Это такие, в общем-то, люди достаточно сдержанные, если не сказать, что холодные. У них эта дистанция даже при общении хорошо знакомых людей, она довольно значительная. И вот нетрудно вообразить, что происходит, когда встречаются шведы и итальянец. Понятно, да? Итальянец стремится быть к этому шведу как можно ближе, швед, наоборот, от него отходит. Отношение к собеседнику какое? Швед думает, какой же настырный все-таки, какой бесцеремонный вообще. Он меня второй раз в жизни видит, а уже вообще лезет прямо, так сказать. А итальянец, наоборот, он считает шведу вот такой какой-то холодный, неприятный, уходит куда-то все время, так сказать. Вот это пример того, как, так сказать, взаимодействие разных культур. Но это один только пример, это, так сказать, масса таких можно примеров привести. Классический, я бы сказал. Да. Ну, вообще, индивидуальная дистанция в жизни человека играет огромную роль. Вот когда мы попадаем в толпу, когда нас со всех сторон стискивают, то, ну, я думаю, что у каждого возникает некоторое чувство дискомфорта. Почему? Да потому что пропала индивидуальная дистанция, всякая индивидуальная дистанция. А она должна быть. Мы как-то все-таки к этому привыкли. Ну, вот еще пример, так сказать, такого социально организованного пространства у людей. Это стол переговоров, классическое положение. Вот обратите внимание, что все-таки в этом случае, если стол круглый, люди стараются распределиться на максимально возможном удалении друг от друга. То есть, если это два человека, они садятся на противоположный, так сказать, край стола. А если и четыре, то понятно, как по этому самому, по квадратику распределяются за этим круглым столом. Ну, вот в данном случае их побольше. Это первое. Второй вариант – это то, что каждый из них буквально в течение нескольких минут начинает считать свою секцию стола своей территорией. И, в общем-то, внутри себя начинает очень огорчаться в том случае, если сосед положит свои бумаги, например, на его сектор. Это хорошо показано с помощью разных физиологических методик. То есть, я уж не помню, что там, какие-то энцефалограммы снимают, давление меряют. Так что, если чужая бумага оказывается в моем секторе, у меня там скачет давление, начинается там что-то в голове, какие-то молнии бегать на энцефалограмме и так далее. То есть, человек совершенно точно оценивает появление этих бумаг как вторжение на свою территорию. Надо сказать, что такое поведение человека достаточно хорошо изучено. Например, когда космонавты на несколько месяцев оказываются заключенными в этот маленький мир космической станции, крошечный, в общем-то, мир, они абсолютно точно делятся, это индивидуальное пространство, на такие вот порции, личные порции. И любое, так сказать, нарушение этой очень быстро складывающейся структуры использования этого мини-пространства, оно воспринимается, я бы сказал, болезненно, вот так сказать. Вот поэтому их сразу информирует об этом. Космонавтов у них имеется очень сложный курс психологической подготовки, и частью этой психологической подготовки является как раз их информирование о закономерностях пространственного поведения человека вот в таких ограниченных условиях. Ну и теперь вот, собственно, о птицах. У них тоже есть индивидуальное пространство, в стаях птиц это прекрасно видно. Ну вот здесь я привел в качестве примера всем известных ласточек, но вы можете убедиться в этом на примере еще более известных голубей, которые тоже иногда вот рассаживаются, и, так сказать, рядом друг с другом, но всегда на определенном расстоянии. Вот обратите как-нибудь внимание, они там на проводах сидят или на карнизах, они всегда выстраиваются в такую цепочку. При этом они как бы стремятся, ну, все-таки сесть поблизости друг от друга, не просто где-то там, ну, совсем далеко, они все-таки общительные, общественные птицы, голуби, но всегда на определенном расстоянии. Точно так же вот эти ласточки здесь. Ну, у ласточек, что интересно, у них индивидуальная дистанция очень сильно меняется в зависимости от их самочувствия, а самочувствие ласточек очень сильно зависит от погоды. Они ведь кормятся только летающими насекомыми, а при сильном похолодании этот воздушный планктон исчезает, и ласточки начинают голодать. И вот тогда у них всякая индивидуальная дистанция пропадает, они сбиваются вот такие вместе, друг с другом, ну, это дает определенное преимущество с точки зрения экономии тепла. Вот, они меньше мерзнут в таких скоплениях. Вот, ну, это такая вот уже совершенно экстремальная ситуация, когда надо, как говорится, выживать. А вот когда все хорошо и все оптимально, и комаров летает достаточно, вот, они все-таки стараются вот таким образом располагаться на определенном расстоянии друг от друга. Ну, есть примеры, когда вообще никакой индивидуальной дистанции у животных не бывает. Ну, разные самые. Вот это мидии. Ну, многие, вероятно, их когда-то пробовали, такие моллюски двусворчатые. Вот, они образуют такие вот колонии, друзы их называют, мидиевые. Вот, иногда несколько сотен особей вот буквально вплотную друг к другу так прибиваются. Почему это происходит? Ну, дело в том, что вот формирование таких скоплений у мидии имеет определенную выгоду, потому что они живут в прибойной зоне, там все время этот прибой делают, и удержаться на поверхности скалы, а они никуда один раз поселившись, никуда потом не двигаются. Вот, они прикрепляются с помощью таких нитей, вот, бисус так называемый, довольно прочно. Вот, но все-таки, когда их много, то, в общем-то, легче переживать прибойную вот это вот воздействие. Ну, и второй момент, это то, что когда вот у вас вы живете в таком плотном скоплении, то там всегда аккумулируется довольно много влаги, это важно, потому что отлив, отливы бывают в море, отливы, приливы, и довольно каждый день, собственно, каждые сутки эти мидии оказываются, ну, как бы, так сказать, вне воды, в отлив. Вот, и им важно не пересохнуть. Конечно, когда вы живете в одиночестве, то тут высохнуть очень даже просто, а когда у вас, у вас кругом, так сказать, такие окружают ваши сородичи, то там вода сохраняется лучше. Ну, это вот, что касается беспозвоночных. Ну, у позвоночных тоже бывают случаи, когда индивидуальная дистанция как бы пропадает. Ну, это бывает в условиях, когда имеет место такая вот своеобразная социальная организация, коммунальная, кооперативная, о которой мы специально поговорим. А пока я вам только покажу. Вот это, так называемая, темелия, птичка такая, палестинская темелия или палестинская кустарница. Вот они очень часто образуют, садятся вплотную друг к другу, но это не что иное, как такое вот, ну, что-либо выражение взаимной привязанности, их симпатии по отношению друг к другу. Эти птички, конечно, члены одной группы, они прекрасно друг друга знают, они являются, скорее всего, родственниками друг к другу. И вот они каждый день, обязательно несколько раз на дню, вот садятся так, чтобы выразить друг другу свою, так сказать, свою симпатию. Вот. Ну, и это вот японский амадин, это такая обычная клеточная птичка. Вот они здесь и сфотографированы в клетке. У них это вообще доведено до такого абсурда, я бы сказал, они время от времени сбиваются в такой комок, я не нашел, к сожалению, хорошего слайда, вот, и прямо в нескольких этажей друг на друге вот сидятся почему-то вдруг. Ну, явно это не связано ни с какой терморегуляцией. Вот это вот какое-то такое своеобразное выражение социальной общности данной группы. Ну, и вот есть такие уже совершенно замечательные животные, как моржи. Почему-то они всегда лежат в тесном контакте друг с другом. Они, хотя, да, скопления бывают огромные, но и пляжи, на которых формируется эти скопления, тоже огромные. И места там всегда хватает. Можно подумать, что места не хватает, чтобы лечь, так сказать, порознь друг к другу. Ничего подобного. Это вот такая их вот модель поведения. Обязательно морж, вылезая из воды и подыскивая себе место на пляже, чтобы отдохнуть, допустим, вот обязательно подползает к другому моржу и прижимается к нему очень тесно. И вот в итоге образуются такие многотысячные скопления, где эти моржи лежат, ну, сказать, с максимальной степенью тесноты. Ну, это скопление фламинго, это уже птицы, тоже, видите, такое суперплотное. Вот это, так сказать, другой масштаб, но вот можете видеть, насколько многочисленное и плотное скопление в данном случае. Вот совершенно такой. Но наряду вот с такими, противоположной, с таким плотным очень скоплением, существует, как я уже говорил, у птиц и территориальные виды, которые живут на обособленных участках и участки эти активнейшим образом охраняют. Вот самым первым, кто описал такое территориальное поведение птиц, был английский натуралист Эллиот Говард. Он на самом деле не был профессиональным зоологом, он был фабрикантом, у него был сталилитейный бизнес в Англии. Но каждый день, уходя на работу, он некоторое время вставал очень рано и наблюдал за птицами у себя на участке. И, в общем, наблюдал он довольно эффективно и плодотворно, потому что, в общем-то, он написал несколько книг о птицах, которые, в общем-то, вошли в копилку, так сказать, мировой орнитологии. И одна из самых знаменитых книг, которая цитируется и поныне, это «Территория в жизни птиц». Это такой бестселлер, можно сказать, этологии и орнитологии. Вот он, собственно, первый и описал вот это самое территориальное поведение, то есть защиту участков у птиц. Ну и вот это тоже очень такая интересная дама, это Маргарет Найс, это американка, тоже непрофессиональный зоолог, у нее было ранчо где-то там в Америке. Да, вот и на этом ранчо она для собственного интереса занималась наблюдениями за живущими там вот этими американскими овсянками или певчими воробьями, их еще называют, вот они там изображены, маленькие птички такие совершенно. Вот. Но интересно то, что Маргарет Найс первой придумала применить такой очень интересный метод. Она кольцевала их цветными кольцами, то есть это сразу дало ей возможность наблюдать за птичками персонально, она их сразу начала узнавать. И вот тут они стали выкладывать ей, вот эти меченые, паспортизированные птички, стали выкладывать перед ней свои секреты интереснейшие, вот, и в итоге она, так сказать, в общем прославилась, надо сказать, и вошла во все учебники, можно сказать. Вот она разработала классификацию разных типов территорий у птиц, вот они здесь представлены. Ну вот тип А это очень большие, обширные территории, которые заключают в себе все, что птичке нужно в течение длительного времени, ну во всяком случае на протяжении сезона размножения, от прилета до вылета птенцов из гнезда. Ну это где-то, я говорю, что уже полтора, говорил уже полтора-два месяца примерно. Вот это, собственно, такие классические территории. Есть территории, которые служат для того, чтобы там устроить гнездо, но собирать корм, хозяева данной территории улетают куда-то в другое место, ну обычно там на несколько сотен метров, может быть там несколько тысяч метров и так далее. Далее у некоторых видов территории используется только как место образования пара или спаривания. Ну, это территории, которые защищают, скажем, самцы тетеревов или глухарины. Вот они туда прилетают, у них каждого там своя территория, они ее активнейшим образом защищают, ну обычно небольшая. Туда прилетают самки, там происходит ухаживание, спаривание, дальше самки отправляются высиживать пенцов, а самцы продолжают атаковать на данные территории. Вот, собственно говоря, Маргарет Найс и разработала такую классификацию территорий у птиц. Ну, размер территории. Ну вот, конечно, всякое усреднение, это такой очень приближенный метод. Ну вот если вы посмотрите на двор нашего биофака, вы только что его проходили, то вот примерно этот двор представляет собой по размеру территорию пары певчих птиц. Зяблики, синицы, славки, пеночки, вот примерно что-то такое, вот такого размера. Вот такой территории вполне достаточно для того, чтобы на ней, так сказать, могли прожить в течение репродуктивного цикла пара каких-то певчих птичек, ну там Дроздов, например, ну Дроздов, наверное, побольше, они сами покрупнее. Но размер охраняемой территории меняется. Дело в том, что, в общем, ну охрану территории у птиц, у певчих птиц, по крайней мере, у соловьев, например, у зябликов, несут самцы. В основном они охраняют территорию от вторжения других особей. И максимально резко территориальное поведение обычно бывает выражено в период прилета, в период распределения территорий, когда идут постоянные конфликты, самцы дерутся друг с другом постоянно, демонстрируют друг перед другом разные позы, поют очень много. Пение – это тоже форма охраны территории. Она еще выполняет пункцию привлечения самки, конечно, но вот и охрана территории тоже очень важное ее предназначение. Далее происходит образование пара. Прилетает самка, они там, так сказать, как-то образуют пару, приступают к строительству гнезда, и вот с этого момента у большинства видов птиц территориальности как бы начинают редуцироваться постихонечку. Им уже, собственно, нечего уделить. Они разделили территории, участки у них образуют такую достаточно четкую и правильную мозаику. Никто особенно к соседям не залетает, не лезет в душу, что называется. Самки на месте. И с этого момента территория начинает как бы сходить на нет. Территориальное поведение, по крайней мере. И размеры охраняемого пространства прогрессивно уменьшаются. Ну, это то же самое. Не будем на этом останавливаться. Размеры территории. Ну, вот я уже говорил о том, что, намернул о том, что размеры территории, размеры тела у птицы, они как-то взаимосвязаны. Действительно, в общем-то, вот здесь показан некоторый график, который показывает зависимость на примере разных видов, разных трофических групп с разным типом питания. Зерноядные, насекомоядные, хищные и так далее. А вот это вес тела, вес тела, а это размеры территории. В гектарах. Ну, вот, так сказать, видно, что эта зависимость очень чёткая. У птиц наблюдать за территориальным поведением довольно легко, особенно у тех, кто живёт открыто. Вы сразу видите, где птички перемещаются, территории у них невелики, взяли бинокль, смотрите. А вот где они конфликтуют друг с другом, сразу видно, где у них границы проходят территории и так далее. А вот с млекопитающими зверями здесь очень сложно, потому что большинство зверей ведут очень скрытный образ жизни. У крупных территорий очень большие бывают. И вот здесь, в общем, приходится потрудиться, конечно, чтобы... Ну, правда, сейчас имеются разные методы телеметрии. Вы, скажем, ловите тигра, одеваете на него ошейник с передатчиком, и дальше он вам через GPS фиксирует, где тигр находится на карте. Можно его, так сказать, перемещение картировать. Но вот признаки охраняемых территорий это пространственное взаимоисключение соседних участков обитания. Если они образуют такую чёткую мозаику, это значит, что они всё-таки охраняются, скорее всего. Дальше. Обозначение своего присутствия на территории активное. Это акустические сигналы разнообразные. Ну, тигры те же самые. Они, например, ревут особым образом совершенно. Вот, ну, так сказать, когда тигр осерчает, он тоже ревёт, но совершенно по-другому. А у них есть такой вот особый сигнал, который они маркируют территорию. Да. Ну, и запаховые метки, конечно, в жизни млекопитающих запахи имеют первостепенное значение, в отличие от птиц, скажем. Вот. Ну, и вот, так сказать, признак того, что участок охраняется, это то, что запаховые метки все бывают сосредоточены на границах участка. Ну, какие участки самые большие, вообще говоря, у животных бывают, ну, у млекопитающих в частности? Ну, вот, я так полагаю, что, скорее всего, это участки тигров. Это крупные хищники, которым нужно кормиться, опять же, крупными копытными, и, в общем-то, понятно, что для того, чтобы собирать дань с этой группы животных регулярно в течение многих лет требуется большой участок, на который было бы много дичи. Ну, и вот, действительно, вот, смотрите, это бенгальские тигры, индийские тигры, так называемые. Вот. Это подвид, который живет в оптимальных условиях. Там очень много разнообразных копытных животных, вот нам приходилось, там бывает действительно очень много оленей, дикие свиньи живут. Все это дает тигру надежную кормовую базу. И, тем не менее, территории у них здесь тоже впечатляют. Вот тигрицы, это около 20 квадратных километров, то есть это где-то, ну, так сказать, 4 на 5 километров. Участок у самцов намного больше, до 100 квадратных километров, это, значит, 10 на 10. Ну, обычно бывает так, территории самцов строго взаимоисключают друг друга. Строго у них, так сказать, самцы никогда не заходят на чужую территорию. Территории самца и самки перекрываются свободным образом. Обычно на территории самца живет одна, две или три даже самки. Вот, так сказать, и вот они как-то друг с другом там ладят достаточно успешно. Территории самок тоже в основном взаимоисключаются, то есть они как-то друг друга не очень любят. Но не так строго, как у тигров. И, конечно, таких жестоких драк у них никогда не бывает, как между самцами. Но тигры живут не только в Индии, есть они у нас на Дальнем Востоке, это сурийские тигры, так называемые, а лямурские. Вот, они живут в значительно более бедных условиях, и участки у них огромные совершенно. Вот, смотрите, это как раз данное спутникового прослеживания тигров вот до 800 квадратных километров у самцов. То есть они перемещаются очень на значительное расстояние. Ну и вот это данная зависимость плотности тигров, плотности населения тигров на 100 квадратных километров от плотности копытных, крупных копытных дичи. Ну вот видите, что сихоты оленей, это как раз то место, где живут уссурийские тигры, они вот в этом самом левом нижнем углу, где минимальное значение плотности населения и минимальное значение плотности жертв и минимальное значение плотности тигров. Ну и вот там этот самый Нагара Холл это какой-то индийский национальный парк, где очень высокая плотность тигров и очень высокая плотность копытных. Тигры очень много времени тратят на патрулирование своих территорий, особенно самцы И размечают их доступными им способами Ну вот один из этих способов здесь показан Видите, такие фонтанчики Они наносят это на окружающие предметы, и эти метки сохраняются довольно долго И свидетельствуют о том, что данный участок занят, и сюда лучше не заходить Ну, кроме того, тигры царапают таким образом деревья, помечая их о своем присутствии Вот обратите внимание, что такое тигриные когти Видите, провел легонько по стволу, и там отпечатались такие очень внушительные борозды Ну, жизнь самцов у тигриных самцов, тигров, очень напряженная, я бы сказал, жестокая Дело в том, что им постоянно приходится вступать в драки, отстаивая свою территорию И драки эти жесточайшие Ну, это всем кошачьим свойственно Наши кошки дерутся, коты дерутся не менее жестоко, в общем-то Но кот это, так сказать, а тигр он весит там, так сказать, до 300 килограммов Вот, и драки эти, конечно, совершенно жуткие, сопровождаются жутким ревом Вот это вот два самца сцепились Ну, и многие такие поединки оканчиваются тем, что кто-то из них там на месте и остается Навечно Смертность высокая довольно во время таких Еще один очень крупный хищник, леопард Поменьше территории, ну и леопард тоже Если тигр это все-таки там, ну, 250-300 килограммов самец То леопард 70-80 килограммов крупные самецы, намного меньше, конечно Вот, но и участки у них поменьше Максимальные участки зафиксированы у леопардов-людоедов Есть такие в Индии, и до сих пор встречаются Вот, им приходится очень много перемещаться в поисках добычи Вот, ну, понятно какой Да, и территории у них бывают очень большие Свыше 500 километров Вот это 500 километров, это квадратных километров Это был участок обитания знаменитого леопарда из Рудропрояга Который, она одноименная книга имеется у Джима Корбета Вот, если кто хочет прочитать, так сказать, произведение настоящего ужаса То, вот, очень рекомендую Вот, это реальная жизнь, так сказать Это абсолютно документировано Да, вот у них участки бывают очень большие Тигры и леопарды участки свои используют совершенно по-разному У тигров имеются постоянные пути перемещения, излюбленные По которым они год за годом ходят по своим прекрасно знакомым им участкам Высматривают добычу Обычно это какие-то гребни, горные гребни Где тигр, идя по гребню, может осматривать пространство и справа, и слева Это классические пути перемещения Леопарды так себя не ведут Леопард движется в пространстве абсолютно непредсказуемо Вот видите, вот здесь участки обитания показаны Они, в общем, заполнены, так сказать, абсолютно достаточно полно Именно поэтому, собственно, вот это, скажем, убить леопарда-людоеда И значительно труднее, чем убить леопарда-тигра-людоеда Это, так сказать, вот все пишут И Корбетт, и Аткинсон, это знаменитые охотники на этих вот людоедов в Индии Где-то конец 19-го, начало 20-го столетия Вот самые там были вот эти вот замечательные люди Вот они пишут о том, что добыть тигра значительно легче Потому что, в конце концов, можно установить, где он ходит И обязательно где-то, если там сидеть несколько дней, он туда придет рано или поздно А леопарда подстеречь невозможно нигде Потому что невозможно предугадать, где он в следующий момент окажется Вот, поэтому вот у этих кошек, двух, так сказать, достаточно близких друг к другу Совершенно разные стратегии использования пространства Ну, это вот уже наш хорошо известный всем хищник Бурый медведь Тоже отшельник, анахарет, он не любит общество с себе подобных Вот, но территории у них имеются Но особенно они их, так сказать, не охраняют То есть, если он встречает, самец встречает другого самца Ну, между ними может быть небольшая стычка Но ничего общего вот с этими тигринами поединками бескомпромиссными у них не бывает Ну, если только в том случае, если они не встретились возле добычи одного из них Вот возле добычи медведи страшно агрессивны Особенно, когда они, так сказать, какую-то солидную добычу добывают Ну, скажем, лоси или олени и так далее Вот, вот они ее активнейшим образом охраняют И вот это одна из тех ситуаций, когда медведь может быть очень опасен для человека Если человек случайно подойдет, так сказать, к добыче медведя А он где-то там лежит и ее охраняет То с большой вероятностью медведь может напасть Ну, вот то обстоятельство, что у медведя как бы немножко редуцирована территориальность Агрессивность по отношению к своим сородичам Часто приводит к тому, что в кормных местах, особенно в кормных местах Они образуют такие очень многочисленные скопления Это Камчатка, Камчатка, Сахалин, Курилы, Аляска Там, где впадающие в Тихий океан реки Входит огромное количество лососей Китача, Вычага, Арбуша и так далее Они идут сплошным потоком, громадным количеством И вот это, так сказать, благостное время для медведей Которые собираются там в огромном количестве И ловят этих лососей Или лососей Не знаю, где там ударение ставить А вот лососи Вот это, так сказать, они прямо в реке стоят И, значит, видите, их там довольно много И они, в общем, очень миролюбивы по отношению друг к другу Еще более миролюбивы белые медведи Это самый крупный хищник нашей планеты До тонны весом Очень, в общем, настоящие хищники Охотятся за тюленями, за моржами Вот, но увидите, что вот там, где они находят какую-то поживу Они, как бы, так сказать, совершенно друг на друга Даже внимания не обращают Собираются просто Ну, это понятно, потому что белый медведь – это бродяга Вся жизнь медведя, белого медведя – это непрерывное странствие по льдам В поисках тюленей И никаких территорий у них, естественно, быть не может Потому что всю Арктику не защитишь И территория у них полностью редуцирована И это дает им возможность вот в таких местах Скапливаться на очень большом количестве лососей с высокой плотностью А как обстоит дело у тех млекопитающих, которые живут под землей? Их довольно много Несколько десятков видов млекопитающих Ведут абсолютно подземный образ жизни В общем-то, никогда не выходят на поверхность Практически никогда И у некоторых даже редуцируются глаза Они ничего не видят Там зрение им и не нужно Одно из таких животных – это обыкновенный слепыш Их очень много у нас на юге Скажем, в Краснодарском крае, на Ставрополе Они там считаются вредителями Потому что они выбрасывают эти самые исходы Так же, как кроты делают Выбрасывают эти кучки такие на поверхность И, естественно, вот это, видите, они уродуют посевы, пашню Так что их там очень не любят Но животные, конечно, очень интересные И недавно выяснилось, что это страшно территориальные животные У каждого слепыша, у каждой пары слепышей Имеется четко определенный участок под землей Ну, определенная, так сказать, структура ходов Которые они жесточайшим образом охраняют от других слепышей И если туда попадет чужак, на эту территорию То хозяин сразу нападает на него И начинается жесточайшая драка Вплоть до того, что этот пришелец, скорее всего, будет убит тут же И похоронен тут же под землей Ну, вот здесь три группы слепышей Они как бы живут по соседству друг с другом Но участки у них абсолютно изолированные И не соединяются ходами Вот здесь жили взрослый самец, взрослая самка И два их молодых от этого года Сигалетки так называемые Вот здесь взрослый самец, самка, два сигалетка И там взрослая самка без самца И два ее потомка Видите, участки абсолютно четко взаимоисключают друг друга Вот это интересно, как они под землей вообще говоря Вот друг друга вычисляют Ну, скорее всего, это все-таки по слуху они делают То есть они друг друга слышат под землей Слух-то у них отличный Вот еще одна такая же подземный житель Слепушонка, так называемая Она поменьше Ну, слепыш крупный, он примерно такой Слепушонка совсем маленькая Это такая палемочка подземная Сложная очень семейная организация Семьи многочисленные, в отличие от слепышей Да, но у них как раз вот такой жесткой агрессивности При охране территории, охране участков подземных не бывает Ну, о том, как они ориентируются Ну, вот можно судить по вот этой самой африканской Бабуковой кротовой крысе А вот они все время, находясь там под землей Издают такие дроби Ну, вот это вот осциллограмма Это медленная дробь, что такое Так-так-так-так-так-так-так А это быстрое А вот они все время там звучат под землей И, видимо, вот эти вот акустические сигналы Помогают им не вклиниваться на территорию соседей Не соединяться ходами Вот еще один интересный пример, с моей точки зрения, тоже всем известные животные, но не позвоночные, это короеды. Ну, наверняка кто-то из вас видел вот эти замечательные ходы, которые они прокладывают под корой именно. Они обитают на границе древесины и коры, короеды. И если вы с пораженного дерева отделете кору, то перед вами предстанет вот такие вот замечательные, так сказать, какие-то рисунки их ходов. Это личинки. Кораеды, такой маленький жучок, крошечный, такого примерно размера. Вот самец прогрызает ход, выделяет определенный феромон, туда прилетает к нему самка. Самка прокладывает вот этот ход, здесь откладывает кладку и, значит, уходит отсюда. Потом личинки вылупляются, и вот они тут, собственно говоря, являются главным вредителем. Вот они начинают есть эту древесину. Но вот обратите внимание, что ходы этих личинок никогда не соединяются. То есть они грызут таким образом, что постоянно ориентируются на своих соседей. Видимо, тоже по звуку, скорее всего. То есть они вот это вот, ну понятно, что когда личинка грызет, она издает звук. Древесину грызть не так легко. И вот они, ориентируясь на эти звуки, четко совершенно прокладывают свои ходы так, чтобы не пересекаться с другими личинками. Ну вот еще тоже, вот смотрите, совершенно, видите, длинные очень ходы. Вот, и тем не менее, никогда они не пересекаются. Хотя совсем, ну промежуток между ними очень тонкий. Стеночки тонкие ходов, но они не соединяются, тем не менее. Это вот очень хороший, с моей точки зрения, пример того, как взаимное избегание может упорядочивать пространственную структуру поселения. Ну, до сих пор мы с вами знакомились с животными, которые живут или поодиночке, или парами, как птицы, большинство птиц, они моногамные. Но есть довольно много животных, которые формируют довольно многочисленные социальные группы. Родственных, как правило, индивидов. И вот территории у них групповые, то есть в окраине территории участвует вся группа. Ну, классический такой пример групповой территориальности – это территории львов. Ну, львы живут такими сплоченными группировками, прайдами. Прайд – это раскопление родственных самок, львиц. Они всегда приходятся друг к другу кем-то. Это или бабушки, сестры, дочери, внучки, кузины и так далее, и так далее. Только самки. Самцы всегда пришли, они приходят со стороны. Ну, понятно, почему, чтобы не было кровосмешения близкородственного. Им по главе прайда стоит два или три, иногда четыре самца, иногда один. И все они вместе охраняют свою охотничью территорию. Ну, понятно, так и с тиграми, размер территории зависит от обилия добычи. Вот это от 20 километров квадратных до 400 квадратных километров. Как вы видите, разброс огромный. Ну, и плотность копытных в африканских саваннах, где эти львы живут, тоже, естественно, очень сильно варьирует. Ну, время от времени самцы покидают прайд своих львиц и уходят как бы в командировку. Начинают путешествовать по границам территории. Обойти такую территорию, да, это непросто. Иногда это вот занимает несколько, две-три недели. Вот он, две-три недели самцы держатся в основном на периферии своей территории, метят её, конфликтуют с соседними самцами, всячески обозначают границы своих владений, собственным присутствием. Ну, и так же, как тидры, другими подручными способами. Да, вот теперь, ну, вот другой пример. Это рядом со львами живут гиеновые собаки. Вообще, Африка – это страна хищников, которые живут коллективами такими. Вот львы живут прайдами, а гиеновые собаки живут такими группировками. И размеры участков обитания у разных стай больше, чем у львов, видите, так сказать, до 760 квадратных километров. Вот это данные спутникового прослеживания нескольких стай гиеновых собак. Вот видите, территории достаточно у них обособлены. Вот это синее, зелёное, жёлтое и красное. Всё-таки они как-то вот избегают друг друга. Ну, территории метятся запаховыми метками. Вот здесь показано распределение этих меток. Но вот своеобразной особенностью поведения мечения у гиеновых собак является то, что они метят не только на границах территории, но помещают как бы всю территорию равномерно. Ну, вот ещё там же живут третий пример коллективных охотников. Это пятнистые гиены. Ну, гиены у нас ассоциируются с тем, что они питаются в сноупадулею. Ничего подобного. Пятнистые гиены – это великолепные, очень умелые охотники. В этом отношении они нисколько не уступают львам и гиеновым собакам. И вот охотничьи территории у них тоже очень сильно варьируют по площади. Вот кратер Нгора-Нгора, знаменитый, там совершенно фантастическая плотность копытных антилоп и зебр, которые служат добычей в основном гиенам. Так там размеры участка обитания всего 40 километров квадратных групп гиен. А в пустыне Калахари для того, чтобы покормиться, группе гиен требуется территория уже почти тысячи квадратных километров. Вот, здесь очень разные бывают территории. Вот это вот. Ну, вот как метят территорию гиена. У них имеются такие анальные железы, выделяющие такой липкий белый секрет, моментально застывающий, превращающийся в очень плотный цемент. И вот эти вот капельки застывшие, они по границам территории развешивают в большом количестве. Они прекрасно видны и сразу бросаются в глаза другим гиенам, что территория занята. Ну, запах довольно быстро выветривается, естественно, а сама эта капелька, она несколько месяцев таким образом красуется. Ну, и вот еще специфическая, очень важная форма мечения у гиен. Гиены все-таки съедают добычу целиком, в том числе и кости. Все мясо, естественно, переваривается, а кости выводятся наружу, естественно, и вот откладываются такими кучками. Причем это клан гиен всегда справляет, как говорится, нужду в одном и том же месте. Поэтому там формируются такие достаточно обширные туалеты общественные, абсолютно белого цвета, кости выбеливает солнце африканское. И вот эти белые такие кучки, они прекрасно маркируют границу территории. Они сразу бросаются в глаза. Такой необычный способ. Ну, групповая территориальность очень присуща приматам, обитания группами. Собственно, все приматы, они общественные животные практически. И территории у них тоже защищаются всеми членами группы. Вот здесь показаны пять наиболее обычных и многочисленных африканских мелких приматов, обезьян. Ну, можно сказать, что мартышки. Это все группа мартышек. А вот это данные по их размеру территории. Самые большие участки обитания у мангобеев, это почти 400 гектаров. Ну, зато они здорово перекрываются. Видите, у них, так сказать, широкое перекрывание. Мангобеи – это обезьянки, которые кормятся в основном плодами. Плоды созревают неравномерно, ну, в течение всего года. Вот это тропики. И предсказать, где они, так сказать, в данный момент имеются, довольно сложно. Поэтому им приходится очень много перемещаться в поисках плодов. Колобусы – это листоядная форма. У них участки обитания поменьше. И мартышки, голубая и краснохвостая мартышки, они в большом количестве поедают разнообразных насекомых. И участки у них самые маленькие. И, как правило, активно защищаются и почти не перекрываются. Вот это так называемые собакоголовые обезьяны, они почти целиком наземные, они на деревья почти не залезают никогда. И участки обитания у них сильно перекрываются. Видите, полные участки, когда сердцевинные зоны почти не перекрываются. Ну, немножко подробнее о шимпанзе, поскольку это, так сказать, наш, как бы, предполагается, что наш ближайший родственник в мире, 99% общих генов, это, так сказать, понятно, что недалеко мы от них ушли, биологически, по крайней мере. Да, вот они живут коммунами, причем довольно многочисленными, до 80 особей в составе одной коммуны. Ну, коммуны, это значит, они друг друга прекрасно знают, они живут там по 40-50 лет вместе, долгожители, прекрасно знают, прекрасно осведомлены о возможностях друг друга, о поведении друг друга и так далее. Но все вместе, они собираются крайне редко, то есть их одновременно увидеть невозможно. Они все время бродят по территории небольшими группами, там 2, 3, 4, так и хочется сказать, человека, обезьяны. Они, в зависимости от, так сказать, личных склонностей, вот они дружат, у них понятие дружбы очень распространено, личных симпатий, вот они подбираются такими маленькими компаниями и целый день, значит, бродят по участку, ну, встречаются, значит, приветствуют друг друга, потом расходятся снова и так далее. Вся эта территория активнейшим образом защищается, в основном самцами. Вот шимпанзе как раз это животное с очень жесткими формами территориальности. Ну, в основном самцы. Самцы у шимпанзе очень сильные, но вот средний шимпанзе, ну, так приблизительным подсчетом, ну, во-первых, это где-то 40-50 килограмм веса, вот средний шимпанзе подсчетом это посильнее, чем 5 или 6 мужчин, средней, так сказать, физической мощи. То есть, можете себе представить, что это за животное. Это удивительное сильное животное, а вот очень агрессивное. Конечно, Лавик Гудл в этом отношении совершил настоящий подвиг, потому что, в общем-то, ну, можете себе представить, да, это, так сказать, вот она 40 лет отдала наблюдение за этими, вообще говоря, монстрами по существу. Они постоянно дерутся, постоянно соперничают друг с другом за социальные ранги, вот, но и охраняют территорию активнейшим образом от своих соплеменников из других групп. Вот показаны здесь маршруты патрулирования самцов. Видите, они четко совершенно тяготеют к границам территории. Это случайное их перемещение в течение повседневной жизни, они это в центре в основном держатся. Вот. Патрулирование территории – это особая работа самцов, которые они… особое поведение совершенно. Они собираются группой хорошо знакомых самцов, которые обычно не конфликтуют друг с другом, там, 5, 6, 8 иногда, и идут совершенно особым образом, вот у них такая характерная, видите, построение, вот это они вышли на патрулирование, они идут очень незаметно. Обычно шимпанзеры очень шумные, у них какая-то такая моторика абсолютно беспорядочная, они с ним что-то ломают, крушат, визжат, кричат, и, в общем, ведут себя к странам очень шумно, заметно. Вот. Тут у них поведение абсолютно меняется. Они ведут себя как разведчики в тылу врага, что, собственно, кстати, и бывает. Они идут вдоль территории, границей территории, и очень внимательно осматриваются. Пример так же они охотятся на других обезьян. То есть это совершенно другое поведение. Они ведут себя абсолютно незаметно, максимально незаметно. А дальше что происходит? Вот оказалось, что шимпанзе, вообще говоря, ведут друг с другом настоящие войны территориальные. По-видимому, это единственное животное, у которых имеет место вот такие настоящие военные стычки. Ну, во-первых, при встрече на границах территории двух групп самцов, между ними возникают такие, ну, очень чувствительные стычки. То есть они друг друга бьют, как-то кусают, иногда палками пытаются вообще. Ну, так чисто случайно, потому что они специально, конечно, не используют дубины. Вот. Но иногда он может схватить и, значит, вот это размахивая, как они обычно делают вообще всегда. Вот. Но нанести такое серьезное вещь противнику таким образом. Вот. Это первый вариант. Второй вариант, он совершенно другой. Это вторжение на чужую территорию. Уже настоящая территориальная агрессия. То есть вот эта группа самцов, она вторгается на чужую территорию, и там, значит, как-то вот это скрытно, очень передвигается, выискивая какую-то, вообще говоря, отдельную обезьяну. Шимпанзе из соседней группы. Дальше они на него нападают, и если он не успевает убежать, то с большой вероятностью они его убивают. И вот, в общем-то, та же самая Лави Гуделл, она впервые описала к своему великому неудовольствию, потому что она их нежно любила вообще-то, и когда вскрылось, что у шимпанзе имеют такие места, такие экстремальные проявления агрессии, она была несколько, так сказать, как бы разочарована, конечно. Но, будучи настоящим ученым, она, конечно, все это описала. После этого многократно подобные случаи описывались. Это действительно такая обычная практика. Значит, вот теперь как происходит вторжение. Ну, я сказал уже, они вторгаются на чужую территорию, и встретившись с какой-нибудь, так сказать, особенно самцов, они не любят соседних, они могут просто убить его. И таким образом, в общем-то, описаны случаи, когда самцы одной группы практически уничтожают соседнюю группу и занимают ее территорию. И самки, которые остаются без самцов, они вливаются в этот новый коллектив. То есть это, в общем-то, такая достаточно, я бы сказал, разветвленная форма войны. И недаром, в общем-то, очень многие социологи в последнее время очень активно обсуждают вот эти вот обезьянные войны и считают, что вполне возможно, что они являются как бы таким, ну что ли, провозвестником тех войн, которые вот бушуют и в нашем обществе. Но я еще об этом попозже расскажу немножечко. Ну, так сказать, еще раз напомню, что ближайшие родичи шимпанзе тоже шимпанзе почти такого же размера, бонобо или карликовые, так сказать, в кавычках шимпанзе, они ведут себя совершенно иначе. У них почти нет агрессивности, у них всем заправляют самки, самцы у них, так сказать, на таком низведены на второй ступени иерархии. Ну и основным, так сказать, способом регуляции общественной жизни у них является любовь без границ. Вот это тоже интересный пример обезьяньих войн, тоже, казалось бы, совершенно необычный, причем вид, это так называемые паукообразные обезьяны. Они живут в Южной Америке, паукообразными их называют потому, что у них длиннющие лапы и длиннющие цепкие хвосты. Это чисто древесные животные, они, так сказать, всей своей конституцией предназначены к тому, чтобы лазить по деревьям, а на земле они чувствуют себя крайне неуверенно, за исключением одной только ситуации. Вот почему-то вдруг время от времени самцам приходит такая фантазия на ум совершить набег на соседнюю территорию. И они слезают с деревьев, вопреки всей, так сказать, логике, и начинают медленно, но верно ковылять, иначе не скажешь, потому что чувствуют на земле они себя очень уверенно, на соседнюю территорию. И ведут там себя точно так же, как ведут шимпанзе. То есть очень скрытно. Дальше они нападают на какую-то одиночную, паукообразную обезьянную из соседней группы и задают ей встрепку. Но убивать они ее не могут, потому что на земле они совершенно, ну не сказать, что беспомощные, но они так крайне неловко себя ведут на земле. Но как-то почему-то они считают нужным время от времени задать вот эту трепку к соседям. Вполне возможно, что и на их территории тоже соседи как-нибудь вторгнутся. Ну вот почему-то вдруг для этих самых, в общем-то, достаточно, казалось бы, милых созданий вот такое неприглядное поведение достаточно точно и детально документировано приматологами. Ну вот, что касается птиц, то у них территориальность, как я уже говорил, достаточно очевидна, и вот конфигурацию территории, ее площадь, форму территории, упевчих птиц, по крайней мере, довольно легко выявить, фиксируя точки пения самца, владельца данной территории. И вот вы, нанося на карту эти точки пения, получаете некую, так сказать, конструкцию, которая, собственно говоря, и является его охраняемой территорией в большинстве случаев. Ну, некоторые противоречия существуют. Вот зяблик. Это типичный территориальный вид. Размер территории я уже сказал, какой примерно. Живет он везде абсолютно. В Москве их очень много, и в парках, да у нас здесь на биофаке их полно. Вот смотрите, как распределяются территории самцов в каком-то подмосковном поселке. Они закарактерованы. Ну, каждая точка – это территория. А, да, каждая точка – территория. Ну, их довольно много здесь. И обратите внимание, что они как бы образуют такие кластеры тоже. вот это очень характерно для территориальных видов воробьиных птиц, певчих, птиц, по крайней мере, вот, они территорию, это территория у них, защищать-то они ее защищают, но при этом они совершенно четко тяготеют друг к другу. И если есть возможность поселиться рядом с уже поющим самцом, то как раз здесь они и поселятся. То есть у них как бы совмещается, с одной стороны, они территориальны, они защищают определенные минимальные территории, а с другой стороны, они совершенно четко тяготеют к обществу друг друга. Зяблики не любят петь там, скажем, где-то абсолютно на отшибе, так, чтобы никого не слышать больше, их никто не слышал. Они все-таки стремятся обосноваться поблизости от своих, от особей своего вида. Вот такая своеобразная форма территориального поведения, тоже у некоторых видов птичек описано, певчих. Это вот мухоловка-пеструшка, самая обычная тоже птичка в наших парках, живет в дуплянках, и пеночка-трещотка, тоже их довольно много у нас в Москве в парках живет. Политерриториальность, как это происходит? Реально, вот полетает самец мухоловки-пеструшки, допустим, находит дупло или дуплянку, или скворечник, начинает петь возле него. Поет, поет, защищает территорию вокруг этой дуплянки и дожидается, пока прилетит самка. Самка, привлеченная пением, является, у них образуется пара, дальше самка откладывает яички, начинает насиживать, сидит подолгу в синичнике. Самцу становится скучно, самки нет, поговорить не с кем. И что он делает? Он улетает искать новый синичник и занимать новую территорию. Это может быть на расстоянии довольно значительном. Иногда до 3,5 километра улетает куда-то по лесу, находит синичник и там тебя начинает вести так, как будто абсолютно холостый, никакой самки у него нет. Поет, привлекает новую самку, становится полигамом и она, самка начинает откладывать яички, начинает насиживать, а самец может переместиться еще и на третью территорию. Вот так за сезон один самец может образовать как бы вступить в брачные отношения с тремя самками на разных территориях. На разных территориях. Ну, у пеночки-трещотки примерно так же обстоит дело, но только они обычно не улетают так далеко, как мухоловки-пеструшки, но мухоловки-пеструшки нужно дупло найти самцу, а пеночки им они гнездятся прямо в кустах, им не надо такой поиск обширный вести, поэтому у них территория одного самца, они обычно находятся поближе друг к другу. Многие перелетные виды птиц, улетая на зимовку, иногда довольно далеко, занимают там территории точно так же, как они делают это и в гнездовое время. Вот такой пример, это такая замечательная птичка, очень красивая, это варахушка, это близкий родич нашего соловья знаменитого, они к одному роду относятся. Весной варахушки прилетают к нам, занимают, самцы занимают территорию, образуют пары, выводят птенчиков, дальше приходит осень, они улетают куда-нибудь на юг Европы. Там они тоже занимают территорию и, что интересно, тоже образуют пары очень часто. То есть, они как бы образуют, попарно, так сказать, соединяются. Там вот самец, на его территории живет самка, там территория другого самца, у него тоже самка своя. Интересная особенность поведения птиц, певчих, по крайней мере, является то, что они каждый год обычно возвращаются на свою знакомую территорию. Это так называемый гнездовой консерватизм. Варахушка в этом отношении не исключение. А весной, каждый весной самец возвращается на свою территорию, знакомую, где он гнездился в прошлом году. К нему прилетает та же самая его самка. Они как бы воссоединяются. Они, может, лично друг друга так особенно не знают, но территория эта у них общая. Поэтому они год за годом как бы возобновляют свой брачный союз. То же самое на зимовке, но там-то самец прилетает, а самка у него совершенно другая при этом бывает. Потому что улетают они порознь на зимовку, они никогда вместе не летят. Поэтому получается два таких союза. на местах гнездования у самца одна самка, а на зимовке у него совершенно другая самка получается. И с той и с другой они встречаются ежегодно, может быть, в течение трех или четырех лет. Но это самки совершенно разные. Ну вот самые большие территории у птиц, конечно, у хищников. Вот вверх самый большой наш орел, самый крупный хищник, настоящий это где-то под 8 килограмм примерно весом. Ну вот это показаны места, где наблюдается самая высокая плотность поселения Беркутов. Это Алтай, Тула, Красноярский край и так далее. И вот расстояние между гнездами, соседними гнездами, ну вот видите, больше всего это где-то 5 километров, 7 километров, 8 и так далее. Вот примерно на таком расстоянии они располагаются, ну и соответствующие размеры охраняемых территорий у них бывают. Самые маленькие территории, охраняемые территории, ну самые маленькие охраняемые территории бывают у рыбок. Вот есть, если кто-нибудь из вас бывал на коралловых рифах, был кто-нибудь? Не плавал с маской? Были, да? Вот, ну вы наверняка вот этих помоцентров видели, это самые многочисленные рыбки, они вот такого примерно размера, кошечные, ну маленькие совсем, и территории у них очень маленькие, обычно несколько квадратных метров всего, но интересно, на этих территориях они выращивают водоросли и активнейшим образом охраняют их от прочих рыб, которые тут же их съедят, если хозяина территории убрать, эти водоросли тут же будут съедены, это такие садики, очень интересные, и вот этого садика размером всего там несколько квадратных метров, этому ма-центру хватает для безбедного существования в течение 10-12 лет на одной территории, это совершенно четко показано с помощью мечей, они очень долго живут на этих территориях, если, конечно, им удается эту территорию отстоять от претендентов, претендентов довольно много и самых разных, вот это показано на вот территории, вот это хозяин территории помо-центра, а это на его территорию забрался морской еж, морской еж это тоже истребитель водорослей, причем очень активный, он в течение нескольких дней может вообще все эти водоросли объесть, ну, поэтому помо-центр не будь дурак, начал активные действия против этого ежа и, собственно говоря, довольно успешно, потому что вот он, видите, он ее хватает за иглы и стаскивает со своего садика, вот, и тут соседний самец прибыл тоже посмотреть на это дело, вот, из наземных самые маленькие территории, это вот такие замечательные животные, очень симпатичные, это американские безлегочные саламандры, они абсолютно сухопутные, в отличие от большинства земноводных, живут они в лесной подстилке с огромной численностью и плотностью, и тоже, вот смотрите, площадь территории 10-20 квадратных метров всего, и на этой территории вот эта саламандрочка может жить почти 10 лет непрерывно, благополучие, территории активнейшим образом охраняются, жестокие драки бывают, вплоть до того, что там некоторые из них лишаются хвостов при этом, да, и плюс к этому территории метятся феромонами довольно интенсивно, потому что здесь такая охрана довольно серьезная. Какое же предназначение территориальности? Ну, самые разные здесь называют функции, главная функция то, что территории предоставляет целый ряд гарантий хозяину. Во-первых, это гарантия того, что там вы найдете определенный запас пищи, да, во-вторых, это гарантия того, что в вашу личную жизнь не будут вмешиваться соседи. Это очень важное преимущество территории в жизни животных. На примере колониальных видов, колониальных птиц мы с вами воочию убедимся в том, насколько обременительным может быть внимание со стороны соседей к частной жизни данных особей. Вот, поэтому территория это в этом отношении очень большое преимущество имеет. Ну, наконец, да, ну, это вот, территории это эффективный механизм ограничения плотности и ограничения численности популяции, очень эффективный. Вот, впервые, наверное, в 60-х годах были проделаны такие опыты. Вот, на том же самом певчем воробье, с которым работала Маргарет Найс, и на шотландском гауссе, такая форма белой куропатки, и те, и другие территориальные. Вот, что изощренные исследователи делали. Они ловили хозяина территории, ну, допустим, того же куропатку, и ее относили некоторое время в сторону. Территория опустевала. И, что бы вы думали, моментально она занималась другим самцом. То же самое происходило и с этими самыми певчими воробьями. И, в общем, таких опытов было очень много проделано, и оказалось, в общем-то, сейчас уже доказано, что действительно в популяции большинства видов птиц существует так называемый теневой контингент, который, в общем-то, ну, его не видно, как бы, и он выявляется только в том случае, если возникает освободившаяся территория. Вот тут эту территорию из этого теневого контингента тут же и занимают особи. Их бывает очень много. Например, по одной, есть такая птичка, пеночка, весничка. Вот там был такой опыт, повторялся 10 раз подряд, и 10 раз эту территорию освободившуюся занимал новый самец. То есть количество самцов, не имеющих территории в популяции певчих птиц очень велико. Ну и, наконец, наверное, опять же, немножко о человеке. Наверное, ни одна форма поведения животных не вызвала столько, не вызвала такого резонанса в среде антропологов, этнографов, социологов, как агрессивное территориальное поведение. Ну, инициатором в этом отношении послужил, наверное, Конрад Лоренц, знаменитый, я о нем уже рассказывал, этот создатель этологии, особого направления в изучении животных, нобелевский лауреат, талантливейший популяризатор науки, в общем, очень, конечно, своеобразный, интересный человек. Вот он, собственно говоря, выступил с такой идеей о том, что агрессивность и территориальное поведение животных как бы передалось и людям, и те проявления агрессии, войны и все такое прочее, которые свойственны человеческой натуре, это результат, следствие генетической подрасположенности человеческой натуры ко всякому роду насилию. Да, вот поскольку Лоренц действительно был очень талантливым популяризатором, то вот эта точка зрения, она приобрела необыкновенно широкое распространение и необыкновенную популярность, с моей точки зрения совершенно необъяснимую даже, потому что, честно говоря, Лоренц мало интересовался специальной литературой, огромной специальной литературой, которая описывает жизнь действительно каких-то примитивных обществ. И в общем-то выясняется, что эти примитивные общества ничуть не соответствуют вот этому представлению о врожденном характере агрессии. Ну вот я приведу только два примера, они с моей точки зрения самые выразительные, потому что речь идет о тех народах и тех обществах, которые находятся как бы на низшей ступени развития человечества, ну иллюстрируют по крайней эту ступень. Это пигмеи экваториальной Африки, типичные охотники-собиратели и те и другие. У них нет ни скотоводства, ни земледелия, они не умеют добывать железо, пигмеи не умели до недавнего времени добывать огонь, они всю носили с собой угли, если перемещались с одного лагеря в другой, ведут они кочевой образ жизни, много перемещаются, вот, в общем, как бы это такая вот модель первобытного общества в какой-то степени, точно так же, как и бушмены Южной Африки, ну, так сказать, все абсолютно то же самое, только единственное, что они умеют добывать огонь, когда их, так сказать, впервые обнаружили, белые, вот, они уже знали, что такое огонь и умели его как-то добывать с помощью вот этих палочек известных, ну, помимо всего прочего, бушмены считаются самым древним народом на Земле, по данным генетики, они отделились от всего остального человечества 60 тысяч лет тому назад, значит, они как бы представляют собой совершенно отдельную ветку по отношению ко всем прочим людям, ныне живущим на Земле, все остальные люди как бы родичи, а бушмены, они совершенно особые в этом отношении, ну, то же самое, никакого скотоводства, никакого земледелия, в общем, ходят они почти всегда голые, или в шкурах звериных, когда особенно донимают всякие насекомые, вот, так вот, что выяснилось, вот, Колин Торбул, это норвежский ученый, несколько лет он провел вместе с пигмеями, прекрасный, это лучший знаток, по-видимому, в жизни, и до сих пор считается, ну, во всяком, так сказать, он их застал, так сказать, в таком, я бы сказал, интактном виде, когда еще европейское воздействие было минимальным, вот, вот, смотрите, что он пишет об этих самых пигмеях, и, в общем-то, о бушменах, в общем-то, пишут то же самое, ни у тех, ни у других агрессия, вот, в таком виде, который мы обычно понимаем, насилие, оно отсутствует вообще, то есть, там совершенно другие принципы организации жизни, совершенно иные принципы общения, это очень доброжелательные, очень миролюбивые люди, каждая из них имеет, группа, каждая группа имеет свой участок обитания, но они стараются не заходить к соседям, но если это происходит, то ничего страшного не случается, никаких, так сказать, территориальных конфликтов и никаких войн у них не бывает, ни в малейшей степени, вот, поэтому, в общем-то, идея о том, что агрессия, насилие и войны это генетический, это наш генетический груз, это теория Лоренца, конечно, не имеет под собой, как мне кажется, никаких оснований, хотя и до сих пор в общем-то, она пользуется известной популярностью и вот эти недавние, относительно недавние открытия с воюющими шимпанзе, они как бы подогрели интерес к этой тематике и в какой-то мере пролили воду на мельницу вот этих вот, так сказать, сторонников инстинктивности войны и насилия у человека, вот, но я лично в это не верю. Все, спасибо. Спасибо. Спасибо.